До Нового года все меньше времени, каждый хочет порадовать себя и своих близких подарками. Причем многие любят делать подарки дорогие, а позволить сделать их за наличные не всегда получается. Тем более со стороны банков постоянно звучат заманчивые предложения. Какие дополнительные услуги и расходы могут подстерегать людей во время оформления кредитов в пылу новогоднего ажиотажа? Как умудриться сделать подарки и при этом не попасть в банковскую кабалу? Не только об этом поговорим сегодня с Андреем Ивановым, управляющим отделением Барнаул Банка России. Здравствуйте, Андрей Владимирович, рада вас видеть. Здравствуйте, Татьяна. Ну, начнем сразу. Что называется, сейчас банки активно, все мы знаем, рекламируют свои какие-то новогодние предложения по кредитам. И многие стараются навязать какие-то дополнительные услуги и расходы. Так вот, какие могут подстерегать вот рядового жителя Барнаула при оформлении вот в таком новогоднем ажиотаже? Вы правы абсолютно, Татьяна. Сейчас предновогодняя лихорадка. Люди торопятся сделать подарки. Многие подарки откладывали с течения года. Многие подарки дорогостоящие. То есть это может быть покупка бытовой техники, телевизора, стиральной машины, может быть еще какая-то другая дорогостоящая вещь, о которой человек мечтал весь год. И сейчас, когда появились вдруг заманчивые предложения, когда можно при очень незначительном платеже получить вещь прямо сегодня, сейчас и сделать своим родным такой подарок, люди, ну, скажем так, очень необдуманно принимают решения при таких покупках. То есть при совершении такой покупки, особенно если покупка делается с привлечением заемных средств, банков или микрофинансовых организаций, ну, для простоты будем называть просто их финансовыми организациями все вместе, при использовании таких средств нужно, конечно же, очень внимательно читать договор. Это, наверное, конечно, всем набило оскомину, но, тем не менее, при подписании многостраничных договоров, приложений к ним, там могут оказаться страницы, на которых предусмотрены дополнительные услуги. Вот какие? Ну, услуги могут быть самые разнообразные, самая вот понятная и доходчивая, это, например, услуга смс-информирования. Вроде бы ничего особенного. Вроде бы даже полезно, да, мне кажется? Вроде бы даже полезно, да. И более того, вам менеджер банка говорит, да, это вот сразу первый месяц, это абсолютно бесплатно, вот ничего вам не будет стоить. Но тут надо опять внимательно прочитать договор. Здесь первый месяц абсолютно бесплатно, а по истечении этого месяца услуга станет платной, и сумма может быть неадекватно большой. Кроме того, чтобы отключить эту опцию, эту дополнительную услугу, надо еще очень постараться найти где-то на сайте банка или дозвониться на горячую линию, чтобы вам ее отключили. Но об этом вы можете забыть, и когда у вас вдруг в счетах появятся какие-то непонятные суммы, через несколько месяцев вы обнаружите, что вы платите за навязанную вам услугу. Это вот один пример. Какие еще такие популярные бывают, допустим, кроме смс-опрещений? Ну, бывают услуги, например, сопровождение менеджера. Услуга совершенно необязательная, она, может быть, вам и не требуется, но вам ее преподносят как услугу, которая вам просто необходима. Ну, таких услуг может быть много. Поняла. Но вот смотрите, люди переживают, да? Прочитали они этот договор, казалось бы, согласились, все подписали, но а вдруг они откажутся от этих доп. услуг, и им тогда и не дадут какое-то разрешение на этот кредит? Ну, здесь опасения... Может быть, вырастет ставка сразу. Здесь опасения отчасти оправданы, но в большей части нет. То есть, если вы отказываетесь от той или иной услуги, ни в коем случае отказать в предоставлении кредита, ну, а тем более в одобрении кредита, вам не могут. Предоставление кредита не обусловлено дополнительными услугами. И более того, у вас будет время, то есть в течение пяти дней после того, как вы взяли договор и его читаете, то банк ничего в этом договоре изменить не может. Но есть такие вещи, как вы правильно сказали, изменится какая-то ставка. Да, ставка может измениться. Если вы откажетесь от этих дополнительных услуг. Да, но тут надо понимать, что всему есть разумное обоснование. Например, если вы приобретаете недвижимость какую-то, автомобили приобретаете, ну, для примера, то банк просчитывает свои риски. Вы сами прекрасно понимаете, что автомобиль – это такая вещь, которая, ну, вот случайность на дороге, и он стал грудой металлолома. От вас ничего не зависело. Банк это тоже прекрасно знает. Поэтому он предлагает вам застраховать данный автомобиль. Да, вот, кстати, я как раз и хотела к страховке перейти. От страховки, которую предлагает банк, можно вообще как-то отказаться? Существуют виды страховок, от которых оказаться нельзя. Это предусмотрено законодательством. Например, это страхование недвижимости, страхование автомобильного транспорта. Но существует множество других видов кредитов, при которых страховка совершенно необязательна. На покупку смартфона, каких-то бытовых изделий. Вот, в таком случае страховка совершенно необязательна, и от нее можно отказаться, в том числе впоследствии. Тут надо посчитать, надо сесть с калькулятором и посмотреть, что вам выгоднее. Либо брать кредит по высокой ставке без страховки, вот, сколько вы будете платить ежемесячно и сколько вы в итоге заплатите, либо все-таки застраховать свои риски и брать по более низкой ставке. Разница в чем? Если вы сейчас страхуете и сейчас платите за эту страховку, как правило, вы выплачиваете страховую премию, то есть вот эту основную сумму, единовременно, ну или с небольшой рассрочкой. А если вы берете кредит по повышенной процентной ставке, то эта процентная ставка распределяется на весь период кредитования. Тут надо смотреть, как вам это выглядит. Ну смотрите, а вдруг такое случилось, что какую-то дополнительную услугу, ну я, допустим, не говорю сейчас о страховке, ну какую-то доп. услугу необязательную совершенно вам навязали, и вы обнаружили это уже, когда пришли домой, собственно, да? Когда внимательно изучили все документы. Как быть? Ну, во-первых, значит, вот уже с конца этого года все дополнительные услуги у нас должны быть в договоре прописаны отдельно, явно, и человек, приобретая эту услугу, должен прочитать и согласиться с тем, что он берет эту услугу. Если все же он приобрел... Ну вот случайно, как-то читал так, что вот не заметил. Может быть так, что не заметил. Значит, в этом случае существует так называемый период охлаждения. Это двухнедельный период. Раньше он распространялся только на отдельные виды страховые, но сейчас этот период двухнедельного охлаждения распространяется на все виды дополнительных услуг. То есть вы, придя домой, внимательно на свежую голову прочитали, проконсультировались со своими знакомыми, может быть, юристы, экономисты, может быть, просто кто-то из родственников грамотен и понимает в этом деле, хорошо разбирается. Вы обнаружили, что вам эта услуга не подходит, вам она не нужна. В таком случае вы имеете полное право отказаться, причем совершенно бесплатно от этой услуги. Ну, конечно, если не наступил страховой случай, вам не была оказана, выплачена уже страховка. Поняла. Вот, Андрей Владимирович, сейчас новые термины все время появляются. Есть такой термин «мисселлинг». Это вот имеет отношение тоже какое-то к навязыванию услуг? Но я, если честно, просто не знаю даже, что это такое. Давайте расскажем. Ну, здесь это одно из довольно недавних заимствований в русском языке, от английского слова «мисселлинг», так называемая «подмена продаж». И здесь больше говорится не о том, что это навязывание какой-то услуги. Это, ну, в русском языке есть хорошее слово «подлог». То есть это, когда человек приходит в банк для того, чтобы получить ту или иную финансовую услугу, а выходит, получив совершенно другую услугу, с другим. Ну, например, вот какие продукты подменяют чаще всего? Ну, самый простой пример. Человек идет, ну, накопил некое количество денег и идет разместить в банковский вклад, в депозит. Вот. Приходит, а менеджер банка ему говорит, вот знаете, вот мы вам можем предложить более выгодные условия, более выгодный финансовый инструмент, ставка будет вот у вас не такая вот низкая, а, допустим, там 10%, 12%. Вы согласны? Ну, человек говорит, ну, конечно, согласен. Он же думает, что он пришел в банк, и тут ему предложили вот именно банковский вклад. А на самом деле менеджер ему предложил смешанный продукт, который состоит частично из банковского вклада, то есть меньшая часть этого вклада, допустим, 20-30%, а большая часть, 50-70-80%, это некий инвестиционный продукт. И данные средства не являются банковским вкладом. Они будут размещены в те или иные инвестиционные инструменты, которые в дальнейшем, может быть, принесут прибыль. А могут и не принести. А могут и не принести, может быть и убыток. Кроме того, вот эта часть, которая является инвестиционной, она не подпадает под закон о страховании вкладов. И в случае наступления страхового случая эти деньги вам не вернутся. Вернется только банковский вклад, банковский депозит. А зачем это вообще делается? Ну, здесь все очень просто. У менеджеров могут быть свои интересы. То есть он, может быть, выполняет свой план по продажам, может быть, еще какие-то там показатели он достигает. Поэтому, по большому счету, менеджер здесь выступает как продавец. Но вот то, что он выступает как недобросовестный продавец, как продавец, занимающийся подлогом, когда он продает вам не ту услугу, которую бы вы хотели, не полностью вас информирует. Это является, конечно же, недобросовестным. Слушайте, ну а как это вообще подмену отличить, угадать, что, как человек может? Ну, здесь нужно прежде всего, конечно, внимательно читать условия, при которых вы размещаете свои средства, например, или берете кредит. Ну, по кредитам уже давно сделано так, что основная процентная ставка, она на первой странице, в рамочке, выделена крупными буквами, все это читается легко и просто. Сейчас, после того, как банк провел многочисленные консультации с бизнес-сообществом, принято решение аналогичные меры применить и к вкладам. То есть договор банковского вклада уже вот со средины следующего года будет в обязательном порядке на первой странице содержать в табличном виде, легко читаемом, основные условия и параметры банковского вклада. Кроме того, в рамочке будет выделена именно минимальная процентная ставка, которую человек получит гарантированно. Потому что, ну, вот имеют такие места случаи, когда человек приходит, смотрит на рекламный слоган, написано 8,5% годовых. Ну, хороший вклад, по сегодняшним мерам, нормальная процентная ставка. А то, что там мелко написано до 8,5% годовых в случае первичного размещения в первый месяц на новые деньги. Вот я сам сталкивался с таким. И когда я спрашиваю менеджера банка, говорю, подождите, вот мне крайне интересно, что такое новые деньги? Ну, я представляю, что такое деньги. Это что, свеженапечатанные бумажки? Или что там? Или год должен на выпуске стоять, там, 2021? Или что там? Или новая модификация денег? Что такое новые деньги? Оказывается, банк под этим вот завуалированным термином подразумевает очень хитрую вещь. Простая иллюстрация. Вот, предположим, у вас есть вклад в банки 30 тысяч рублей. Вот. Под невысокий процент. Ну, проценты были небольшие в течение этого года. Сейчас банки повышают вклады. У вас скопилось еще 10 тысяч рублей. Вы смотрите, ставка повысилась в банке. Вы приходите в этот банк, говорите, так, я вот этот вот вклад закрываю, 30 тысяч, и вот все мои сбережения, 40 тысяч, я теперь вкладываю под новую повышенную ставку. Конечно, вам говорят, давайте, давайте, да, да, вкладывайте. Вы вложили все. А потом выясняется, что эта повышенная ставка действует только на новые деньги, то есть на ваши 10 тысяч, которые вы только что принесли. А вот те 30 тысяч, которые были у вас на счете, извините, ставка действует базовая. То есть надо еще раз очень внимательно читать все, что вам предлагают. Безусловно. И мелкими буквами в том числе. Безусловно. Надо читать очень внимательно. И более того, значит, вы можете, значит, вот по договорам, по кредитным договорам, например, получив условия договора, этого бланк прямо договора, вы можете, не торопясь, взять этот договор, уйти домой, в течение пяти дней вы можете его изучать, консультироваться, сравнивать с другими предложениями. И в течение вот этого времени, пяти дней, банк не имеет права изменить процентную ставку. То есть если вы через пять дней приходите и говорите, да, мне подходит договор вот по этой процентной ставке, то банк обязан с вами заключить этот договор. И вот те, допустим, бывают уловки, когда менеджер вам говорит, что вот эта ставка действует только сегодня, вот в течение часа или до конца дня. Все неправда. Это уловки, да. Это его желание поскорее продать вам банковский продукт. Андрей Владимирович, у нас немного времени совсем остается. Есть какие-то, в нескольких словах, универсальные советы. Как все-таки избежать вот этого самого мисселлинга, навязывания каких-то дополнительных услуг в банке? Ну, я что могу сказать? Не повторяясь о том, что надо читать договор. Ну, это мы уже поняли. Все, значит, здесь можно сказать, что не совершайте никаких действий в спешке. Не совершайте необдуманно. Заключая договор с банком, договор кредитования, вы вступаете с ним в долгосрочные отношения на несколько месяцев, а может быть лет. Если это ипотечный договор, и на несколько десятков лет. То есть это сродни, как будто вы выбираете супруга себе. Тут надо подходить очень взвешенно. Ну, а все же, если вы столкнулись с недобросовестностью тех или иных менеджеров, если вы видите, что вас вводят в заблуждение, либо используют мисселлинг, как мы об этом только что говорили, вы всегда можете написать обращение на сайте Банка России через интернет-приемную по адресу www.cbr.ru. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что люди нас сейчас услышат и не совершат в новогоднем ажиотаже какие-то необдуманные покупки, не подпишут какие-то необдуманные договоры. Я тоже надеюсь, что в подарки будут все желанные и приятные. Ну и всех с наступающим Новым годом. Вас тоже, спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с управляющим отделением Барнаул, Банк России Андреем Ивановым. Банк России Андреем Ивановым.